всем привет я игорь морозов и вы смотрите канал новинки айти давненько у меня не было новых сборок на канале но только потому что не хотел плодить вот эти одинаковые конфигурации чисто знаете сборка ради сборки но сегодня наконец-то ко мне доехали последние железки которые я хотел под этот проект поэтому сегодня будет видео про самый на мой взгляд оптимальный игровой компьютер для максимальных настроек full hd и местами даже в quad hd на ближайший 2019 2020 год естественно по версии игоря морозова это конечно не бюджетная конфигурация к слову бюджетная у нас в россии очень такое щепетильное очень придирчивое отношение но на мой взгляд это такой знаете разумный топ то есть у нас здесь не будет на слабеньком процессоре водяной системы охлаждения или там киловаттного блока питания дорогущих корпусов и так далее только чистая производительность ну и сейчас важное уточнение последнее время с моими двадцатью тысячами просмотров я не могу себе позволить под каждое новое видео со сборкой покупать все железо сам поэтому ну что-то я покупаю сам по-прежнему да но тем не менее как бы то ни было все таки приходится какое-то железо доставать через вендоров это вот специально для тех кто кричит а реклама но тем не менее если здесь стоит материнка msi или видеокарта гигабайт то только потому что я считаю именно их именно эти модели лучшим вариантом этой сборки их видяхи стоят зачастую дешевле других вендоров но при этом они дают нормальное качество и хорошее охлаждение в своем сегменте есть еще полит джет стримы такие же крутые в плане соотношения цена-качество но они md карты не делают в общем в плане ценового сегмента всего железа у меня получилось все как я планировал то есть корпус для этой сборки пойдет за 3-4 тысячи рублей они там за 7000 я вам покажу только потому что других не нашел памяти я вот именно хотел без подсветки зато скоростную и при этом недорогую но понятное дело что я здесь обрисовываю именно вот основной костяк основную связку железа то есть материнка видеокарта процессор памяти так далее а какие-то незначительные нюансы как процессорный кулер модель цвет корпуса вы уже можете варьировать под себя там под свои потребности хотите еще дешевле корпус пожалуйста берите еще дешевле и так процессор у нас это победитель в конкурсе зрительских симпатий самый наверное народный топ процессор ближайших двух-трех лет райзен 3 600 x его сейчас можно купить за 13 с половиной тысяч рублей кстати дешевле даже чем на компьютер universe обычная версия без x стоит 12 400 для некоторых например я знаю гораздо проще будет доплатить эту 1100 1200 рублей но зато уже не тратить время на подбор частот напряжение и так далее как вы знаете у иксовых версий чуть более удачные кристаллы поэтому обычные 3 600 даже с ручным разгоном не всегда догоняет иксовые версии которая уже с завода получается выжаты почти на максимум поэтому их как-то дополнительно уже гнать особого смысла нет тем более на последних биосах снова я гезой где им подняли рабочие частоты в общем если есть время и желание нет лишней тысячи рублей то берем обычный 3 600 мне же было гораздо проще взять уже разогнанный уже готовы из коробки 3 600 x и материнская плата под него msi b450 томагавк макс именно она не случайно я хотел конкретно эту модель это новинка и от обычной b450 томагавк она отличается тем что она уже из коробки поддерживает 3000 райзен и то есть не нужно перепрошивать bios он тут кстати усовершенствованный под него выделено больше памяти чем на предыдущих ну и на нее гораздо быстрее выходит новая геза чем на предыдущие старая b450 материнки например на мою b450i gaming plus до сих пор нет нового патча 1.004 почему я хотел именно эту модель я смотрел разбор всех а m4 материнок от buildzoida это зарубежный блогер который прям дико шарит схемотехники фазах питания и так далее ну и по его заключениям из бюджетных материнок b450 томагавк оказалась самой лучшей по качеству подсистемы питания и охлаждению vrm it's still roughly the same vrm as here the heatsinks just a bit smaller so ultimately this will still probably have better vrm thermals than the x470 gaming plus на компьютер universe она стоит примерно 6 с половиной тысяч рублей и у нас пока дороже но как обычно скоро и до нас дойдут нормальные цены в общем она отлично подойдет и под новые процессоры picasso это те что со встроенным видеоядром vega ну если вы например хотите собрать домашний мультимедиа центр ну а под новые 3600 x или 3700 x вообще идеально ну и в итоге получаем максимально крутую материнку за максимально низкий прайс в принципе на ней даже тот же 3900 x будет вполне нормально работать кто не верит можете посмотреть видео я делал тестирование на своей миниатюрной b450 которая очень похожа по качеству подсистемы питания там почти один в один но единственное радиаторы поменьше оперативной памяти в нашей системе будет 16 гигабайт с высокой частотой у меня набор на 4000 мегагерц и да я знаю что для новых райзенов брать память быстрее чем 3600 смысла пока что мало потому что там контроллер памяти уже начинает в два раза медленнее работать но память сейчас настолько дешевая что крутой набор на 4000 мегагерц можно взять там за вполне вменяемые 10 11 тысяч рублей даже без всяких компьютер universe так что ну можно взять вот 4000 на вырос так сказать кстати для 4000 у нее очень неплохие тайминги не 2021 как обычно девятнашки и это одноранговая память на чипах samsung бедай это последняя модель от патриот линейкой вайпер blackout edition то есть ну все как вы любите никакой подсветки только нормальный радиатор и максимально возможная производительность при максимально низкой цене видеокарта тут md rx5 700 xt в исполнении гигабайт гейминг оси изначально я планировал собрать эту систему на артикс 2060 супер но после недавнего сравнения на канале я реально офигел многие мне там писали мол я неправильно сравнил что инвидия там позиционирует для этой видеокарты конкурента 2070 супер они 2060 супер но знаете позиционировать можно все что угодно только вот эта карта стоит ровно столько же как и 2060 супер а по производительности догоняет 2070 супер вот и все поэтому ну цена это главное остальные аргументы меня лично не особо интересует поэтому мне пришлось немного пересмотреть сборку и вот получается в среднем сегменте как видите и мди вообще вне конкуренции блок питания corsair vs 550 это самая простая модель в их линейке это обновленная vs серия вот именно 2019 года с улучшенной начинкой при этом он стоит вообще там 36 долларов у нас правда чуть дороже 3400 рублей но это все равно примерно на уровне тех же чифтеков корпус повторюсь для себя можете брать какой вам больше понравится меня просто уже достали вот залманы в этих среднеценовых сборках поэтому будет относительно новая модель corsair 175r ну и заодно посмотрите потом чем он от них отличается охлаждать наш райзен будем среднеценовым воздушным кулером за 28 долларов это краёрик м9 плюс он обещает нам крутую эффективность с теплоотводом до 130 ватт совместимость с любой оперативкой и очень быструю установку но вы уже можете видеть что про простую установку они видимо пошутили немного потому что вентиляторы пока не снимешь ты кулер нормально не прикрутишь при этом сами вертушки отстегиваются очень проблематично ну а кулер прикручивается без фиксации поэтому ну тяжело понять когда ты там его уже перетянул плюс ко всему забегая вперед могу сказать что я недооценил прожорливость райзена 3 600 x но об этом чуть позже ну и дисковая подсистема если вы у меня спросите то мой идеал конкретно под сегменты ценовой вот такой вот сборки это будет один nvme 5x express на ssd гигов на 250 подсистему до шустрый ну а под игры можно взять там даже саташный sata 3 все равно игры по скорости будут грузиться ну примерно так же как и с nvme но уже берем гигов на 500 или если вы там совсем игроман то берем на терабайт благо они сейчас стоит тоже относительно недорого если вы готовы выделить чуть больше денег на ssd то эти вложения естественно окупятся и берите такой же быстрый терабайт ник уже и под игры тот же samsung 970 его плюс например он там на терабайт стоит вообще 10 11 тысяч рублей и вот такая дисковая подсистема будет на мой взгляд прям вообще идеал молниеносный отклик системы при этом все игры система программы грузится мгновенно и при этом никакого гудения никакого хруста вибрации и так далее короче красота ну и вот почти такая же итоговая сборка на том же компьютер universe выходит около 70 тысяч рублей вместе с доставкой в россию правда выходит уже подороже 77 но в россии все равно собрать такой компьютер будет еще дороже там 80 85 примерно переводим эти 77 вечно зеленая по курсу на ноябрь 2019 но и выходит примерно 1200 долларов все вы наверняка знаете популярную поговорку вот эту компьютерную что во все времена с любым курсом доллара нормальная игровая сборка которая бы тащила все современное стоит всегда тысячу долларов поэтому ну примерно вот такая система у нас и получилось что ж теперь наконец-то переходим к тестам для начала я поставил последний биос самой свежей агезы и там патч 1004 память я зафиксировал на 3 600 мегагерц и выставил тайминги вручную 15 16 16 36 у меня было сравнение 5700 xt и 2060 супер и там я все гонял в стоке и видеокарта 100 гигабайт показала отличную производительность при невысокой температуре сейчас же я под разгоню карту ну и память мы прогоним до 15 тысяч мегагерц примерно power limit повышаем до максимума до температуры вырастут но зато частоты будут чуть меньше сбрасываться ну и чип поднимаем до 2100 мегагерц охлаждение у карты я не трогал все работало в авто режиме ну и конечно же давайте сразу глянем на главную игру ноября red dead redemption 2 тут очень много графических настроек но я подобрал такие полу максимальные тут почти все на ультра тени на средник ну и давайте глянем на разницу производительности вулкан и 9x 12 как видите вулкан этого такая фишка красных видеокарт поэтому с ним они работают быстрее чем на direct x но с другой стороны некоторые конкретно в этой игре жалуются на микро статтер и на вулкане это такие почти незаметные глазу подергивания картинки которые нормально можно определить вот только по графику времени вывода кадра случае с dx 12 он почти идеально ровный а на вулкан постоянно появляются небольшие всплески мне в комментариях подсказали что можно в текстовом файле настроек включить асинхронное вычисление и даже на официальных амдшных каналах есть мануалы как в этой игре это сделать но если честно в моем случае я разницы не заметил тем не менее на вулкане получается гораздо меньше просадок ну и наша 5700 xt на вулкане получается быстрее по среднему фпс почти на 5 процентов идем дальше новая call of duty modern warfare сюжет уже все я думаю прошли поэтому буду тестировать мультиплеере вот примерно на таких настройках и играю на своей системе в эту игру разрешение рендера ставим на 134 процента и по сути игра рендерится уже почти в qd разрешение даже чуть побольше игра получилась супер динамичная особенно после battlefield поэтому я понимаю что в 30 fps на ютюбе на это тяжело смотреть но кстати в 60 fps на 60 герцовых экранах в это играть не менее больно поэтому в call of duty без 120 и 144 герцовых экранов никуда ну и тут сразу стало ясно что я недооценил прожорливость ryzen 3600x или наоборот переоценил этот кулер у него заявлено рассеивание до 130 ватт тепла у нас же 3600x без разгона с заявленным тдп 95 ватт но судя по мониторингу он явно не выдает заявленные частоты если даже на старых агеза он выдавал по всем ядрам 4225 мегагерц при нормальном раскладе то здесь последняя гиаза и он едва удерживает процессор в пределах 41 42 гигагерц при этом кулеру приходится работать почти на своих максимальных оборотах на которых он заметно жужжит ну и давайте сразу bf5 я в одном из предыдущих видео на свою голову поделился своим мнением насчет графики в новой modern warfare да там неплохие крупные планы эффекты размытия там лица люди нормально в общем получается а вот все остальное ну лично мне кажется каким-то дико картонным то есть физики вообще никакой почти освещение как будто статичная то есть затенение в опциях включены но по сути все кажется вот каким-то не натуральным картонным пластмассовым и так далее на меня так сразу все взъелись пол в call of duty крутая графика вот в battlefield 5 наоборот хрень ну вот честно мне не верится что вот это вот прям топ графика а вот это вот хрень ну понятно что в батле здесь попалась просто более цветастая карта но вы только посмотрите на освещение на затенение на то как плавно ложатся тени на четкость текстуры так далее к слову обе игры мне нравится и call of duty даже больше по геймплею потому что батла в последнее время приелась и скатилась на мой взгляд но вот что касается графики не знаю может мне сделать какое-то отдельное видео про сравнение графики в этих играх прям от поддельным параметрам кто за пишите в комментариях что касается производительности она здесь в общем неплохая учитывая особенно что игра рендерилась тоже по сути в quad hd разрешение но батла гораздо более прожорливая к процессору поэтому он греется здесь еще немного больше видеокарта кстати тоже не слабо греется до 80 градусов но это объясняется тем что мы хорошенько прибавили в разгоне а вентиляторы вообще не трогали то и в целом радиатор тут конечно не самый топовый гирс 5 я тестировал на максимальных настройках с отключенным блумом и размытием но и по итогу встроенного бенчмарка мы получили в среднем 114 fps для такой не супер динамичной игры этого более чем достаточно так что в целом она на такой системе легко пойдет и в quad hd разрешение и даже в 4к если снизить пару настроек ну я не смог удержаться чтобы не вставить сюда тестирование сборки gta 4 с модами из моего последнего видео игра конечно старая так что практической пользы в этом тестировании мало но зато еще пару раз покажу красивую и более осовремененную картинку в пусть и хоть и не самой лучшей части но как отдельная игра она все равно на мой взгляд очень достойная многие не разделили моего очарования новой графикой ну им видимо больше нравится вот этот коричневый цветофильтр я их не осуждаю у них есть на это право в общем это почти ультра настройки в 4к где все супер четко ну и в целом довольно неплохо хотя я если честно надеялся все-таки на 50 60 fps а не на 35 45 ну и теперь про саму сборку и шум корпус завода увы всего с одним вентилятором но я думаю если вы покопаетесь у себя в ящиках вы легко найдете обычную 120 у меня вот например он нашелся вот такой старый но из блокер я поставил его на выдув на заднюю стенку корпусные вентиляторы в современных биосах можно настроить как вам захочется ну и компьютера будет по желанию вообще не слышно но я к сожалению опять же просчитался с кулером процессорным поэтому у меня все забивалось его жужжание в общем ошибки делать не страшно особенно когда их делаешь не ты но в целом мы именно за счет ошибок и учимся и набираемся опыта поэтому просто будем держать в уме что если вы захотите собрать такую сборку по моим рекомендациям просто берите кулер покрупнее ну и вот к слову я тем более не понимаю как к таким райзеном кладут вот эти малюсенькие боксовые вертушки которые ну наверно раза в два хуже чем сегодняшний крайорик при средней нагрузке компьютер почти не слышно но вот стоит вам открыть chrome или запустить тяжелое видео и сразу слышно как кулер начинает усиленно пытаться остужать пыл 12 поточного райзена при полной нагрузке в стресс-тесте аиды 64 процессор прогревался уже аж до 86 градусов кулер работал уже на стопроцентной мощности а процессор при этом сбрасывал частоты ниже 4 гигагерц при этом радиатор материнки за счет частичного обдува кулером был еле-еле теплым я нащупал около 50 градусов на задней части материнки в районе цепей питания было около 55 так что как я и говорил в будущем на нее можно будет легко поставить и 3 800 икс и в целом даже 3 900 икс если у вас будет нормально обдуваться радиатор vrm недорогой корпус от corsara при своей цене в 70 долларов получился вполне неплох он не поддается на скручивание как дешевые корпуса у него в целом простой но при этом приятный дизайн сбоку у него затемненное стекло есть кожух закрывающий блок питания с его кучей проводов есть простенькие пылевые фильтры сверху и под блоком есть пространство для укладки кабелей ну и проемы для них прорезиненные передняя крышка легко снимается к ней не подключены никакие кабели ну и при желании можно сразу же докинуть еще пару вентиляторов спереди блок питания под нагрузкой в стресс-тесте не показал каких-то просадок по 12 вольтовой линии ну и насколько мне позволяет судить мои зачаточные знания в электронике для блока питания за 36 долларов это хороший показатель если есть инженеры схемотехники среди моих зрителей вы видели показатели напряжения и видели его начинку можете написать свое более экспертное заключение ну и я с радостью закреплю ваш комментарий по шуму он не полупассивный это все таки начальный сегмент но шум даже при такой полной нагрузки примерно на уровне нормальных тихих корпусных вентиляторов в простое вентилятор у него тоже крутится но слышно только легкое шуршание да и то если только прислонить ухо вплотную ну что на мой скромный взгляд получился почти идеальный игровой компьютер опять же с оговоркой на то что вы возьмете кулер помощнее и при этом он стоит вполне разумных денег что можно сделать дешевле на чем можно сэкономить ну честно я даже не знаю возьмете обычный 3 600 вместо 3 600 x придется тратить время подбирать вольтаж там плюс еще лотерея повезет вам с кристаллом не повезет опять же ну я бы не стал память конечно 4000 брать не обязательно можете взять на 3 600 но она сейчас вот настолько дешевая что брать меньше чем 3 600 под райзены ну вообще смысла мало ну возьмете вы зеленые самсунги сэкономите там две три тысячи рублей но там на таких же частотах тайминге просто конские будут это если она еще разгонится там до 3600 ну а так взяли готовый комплект 16 гигабайт частотой 3600 мегагерц активировали xmp профиль все без всяких танцев с бубном у вас получается ну практически идеальная оперативная память под райзен там с нормальными таймингами в нашем сегодняшнем случае да на чем еще можете сэкономить ну возьмете обычные жесткий диск вместо второго ssd там терабайтного под игры да ну да немножко сэкономите но уже будет там все все вибрации весь гудеж отдаваться в корпус потому что тут корзины очень простенькие без вибро развязки без подкладок плюс все игры будут грузиться там ну раз в 10 медленнее чем с ssd и получается вся мощность от этого крутого железа опять же коту под хвост ну блок питания возьмете вы тот же fsp pnr ну и будет у вас в нормальной дорогой системе кусок неокрашенного пластика торчать с разноцветными кабелями без оплетки ну и сэкономите в итоге там ну тысячу полторы тысячи рублей если в сегменте там бюджетных игровых компьютеров это такая еще ощутимая значимая сумма то в сегменте тысячу долларов так что опять же на мой взгляд это прям оптимальная и почти идеальная система за свою цену в 1200 долларов что ну а если есть идеи как можно было улучшить эту игровую систему пишите обязательно в комментариях да кстати вот так можно делать потому что жестких дисков здесь нет вентиляторы крутятся медленно поэтому все окей ну и давайте если наберем этому видео 4000 лайков ничего не произойдет но автор этого видео будет немножко счастливее что всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео увидимся